Приветствую всех искреннолюбящих Господа Иисуса Христа. Хочу поделиться сегодня с вами о благодати. Каждая душа, общаясь с Богом по-своему, начинает разуметь, понимать и воспринимать действия Бога. И он начинает, не разумея, переживать благодать Бога Живого. В одном монастыре подошел монах к своему учителю-монаху и спросил, «Учитель, что такое благодать?» Учитель повел его и ввел в Келию. Где молятся монахи. Потом он дал ему послушание оставаться в келье, сам вышел, закрыл двери и ушел. Монах долго молился. После долгой молитвы он подошел ко двери. Там было отверстие. Он посмотрел через это отверстие. И увидел, как летят птицы. Он увидел паутину паука. Он увидел, как ходят другие монахи во дворе. Он услышал шуршание листьев дерева, который двигался от дуновения тихого ветра. Он снова молился. Настал вечер. Была тьма. После долгой молитвы он снова подошел к этой отверстии. И он прилежно посмотрел, и под лучами луны он заметил силуэты других кельей. Он молился до утра. Утром пришел учитель. Открыл двери кельи, пошел внутрь и спросил, что такое благодать. Ученик ответил, учитель, а что не благодать? Все, что в нашей жизни, это благодать. То, что мы сейчас общаемся, это благодать. Полет птиц, это благодать. Даже паук и паутина, это благодать. Общение с другими монахами, братьями, это благодать. Молитва, это благодать. Наши слезы, это благодать. Учитель сказал, на моем столе есть лупа, увеличительное стекло, иди принеси. Он пошел принес. Учитель взял и лучи солнца концентрировал на бумаге, и бумага начала гореть. Он спросил ученика, что я сделал. Ученик ответил, все могущество солнца ты концентрировал в одной точке, и бумага начала гореть. Учитель сказал, ты правильно мыслишь. Вот если ты все могущество Бога увидишь в одной маленькой точке в твоей жизни, то ты познаешь благодать Бога живого. Все, что с тобой случается. Все даже искушения, все испытания, которые проходят на твою жизнь, это благодать Бога живого. Брат, находящийся рядом, это благодать для тебя. Твоя жизнь даже болезни, не считай трудностей, это благодать Бога живого. Богатство и здоровье, успех, это благодать Бога живого. И он говорит, закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Как они могли произойти, что не было истины и не было благодати, была благодать и была истина. Но вот именно через Христа Бог все, буквально все вложил в Иисусе Христе. Когда в твоей душе, мой дорогой человек, есть дух молитвы, это благодать Бога живого. Когда есть в тебе дух покаяния, когда ты каешься за свой собственный грех, за ошибку, это благодать Бога живого. Вот это чувствование, которое внутри тебя, искать Бога, вот это искание, это благодать Бога живого. Все, что в твоей жизни происходит, это благодать Бога живого. Что есть от тебя? А тебе поможет быть только одно – желать этого. Почтение добра. Когда внутри тебя это есть, ты подходишь к Богу, ты ищешь Его. Без Бога ничего не существует. Все, что в окружности твоей, это буквально впитано Богом. И если человеку кажется, что его молитва без Бога может из себя что-то представлять, это глубочайшая ошибка. Ни твоя проповедь, ни твоя молитва, ни твой пост, ни что, что ты делаешь для других людей, из себя ничего не представляет, если это в себе не вмешает Бога. Как-то я спросил Господа, почему ты в одном плоде, в одном плоду, ты поместил вот два фактора – добра и зла. Почему человек, взяв вот этот плод, чтобы он мог укусить так, чтобы только добро мог укусить? Бог мне сказал. Любое добро, которое не имеет мое присутствия в себе, равнозначно и зло, как и зло. Если человек что-то делает, не имея побуждения от духа моего, это есть зло, потому что без меня никто ничего не может делать. Иаков поэтому говорит, что всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов. Вот почему апостол Павел говорит, что я благодушенствую в нуждах, в обидах, в тесных обстоятельствах, в гонениях. Почему? Потому что именно благодать в этом и заключается. Откуда он понял эту благодать, когда Бог допустил ангела сатаны, чтобы удурчал его? Вот это состояние было состояние благодати для апостола Павла. Он понял это, потому что без этого состояния он мог упасть. Вы представляете себе, Бог допускает ангела сатаны, чтобы напал на Павла, удурчал. В армянском переводе написано, чтобы боксовал его, ударил его. И апостол Павел называет это благодатью, потому что он трижды молился Богу, чтобы Бог избавил его. А Бог сказал ему, довольна тебе благодатью моей. В чем же была благодать? Именно в том, что Бог допустил вот этот удар в его жизни. Потому что без этого удара апостол Павел от великих откровений, от могущественного действия Духа Святого в его жизни мог возгордиться и упасть. Какова благодать в твоей жизни? Как Бог действует в твоей жизни? Потому что когда Господь допускает ошибку, когда Он допускает удар в твоей жизни, что такое ошибка? Вы знаете, в одном месте я проповедовал. Аудитория была приблизительно 150-200 человек. Это был в городе Малоярславцы, Калужской области. Там есть вблизи дом отдыха. Там были люди неверующие. Я говорю, написано в таком-то месте так-то. Я открываю Писание, а там нету этого написанного. Но, по милости Божией, я не пал в конфуз. Я проповедовал, Бог благоставил, но это было своего рода уздою, потому что я чувствовал, что идет проповедь очень хорошо, и каким-то образом гордость подходила ко мне. Но когда после проповеди я пошел домой, в церковное помещение, я открыл Библию, посмотрел на это место, и я увидел, что это написано там. И почему же там Господь закрыл мои глаза? Да потому что гордость подходила ко мне. Когда ты проповедуешь, когда ты действуешь для Господа, когда ты это сделаешь для Бога, Порой враг человеческих душ хочет все это приписывать тебе, к собственному Я. Но Бог вовремя, вовремя помогает тебе, и вдруг получается маленький казус в твоей жизни, и именно через это Бог обуздывает тебя. Бог прекрасен. Благодать Бога разногранная, и вот эти разные грани в нашей жизни, когда действуют, мы начинаем понимать. В 12 главе книги послания евреям написано, если вы законные дети Бога, то Он наказывает вас. Какое наказание может для тебя казаться благодатью, но именно это и есть благодать? Потому что Бог с тобой поступает, как с родным сыном и как с родной дочерью. Когда порой Бог может допустить даже болезнь, трудности, тесные обстоятельства в твоей жизни, это есть благодать. Когда приходит момент, Бог открывает эту благодать тебе, только тогда ты начинаешь радоваться. Иаков говорит, если впадаете в различные искушения, радуйтесь. Почему в искушении я должен радоваться? В 5 стихе 1 главы говорится, но если у кого не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем без упреков, и дастся Ему. При чем тут вот мудрость и вот эта радость в искушении? Когда мы начинаем впасть в искушение, и Бог испытывает нас, допускает это для нашего же блага, и когда мы у Бога начинаем спрашивать, дай нам мудрость, чтобы нам разуметь, почему с нами происходит то или иное действие, и Бог открывает нам, именно тогда нам открывается благодать, именно тогда. Тогда мы понимаем, как же мы нуждались в этом, и если б не это, мы бы были потеряны, но Бог любит нас, поэтому все это случается с нами. В 118-м псалме Давид дважды говорит, прежде моего страдания я ошибался, а сейчас я храню заповеди Твои. Да поможет нам Господь, чтобы нам разуметь, что мы без благодати Бога Живого, который открывается в нас через Иисуса Христа, и в нашей жизни открывается через Иисуса Христа, мы не можем. Не каяться, не разуметь собственные ошибки, не молиться, не поститься, мы ничего не можем делать без благодати Бога Живого, который нам открылся через Господа Иисуса Христа, и который нам подается через Господа Иисуса Христа. В 15-й главе книги Иоанна Апостола написано так, без меня не можете делать ничего. Без Христа мы ничего не можем делать. Слова Господу за эту благодать. Именно апостол Петр об этом говорит, что припоясав через славу ума вашего, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать, чтобы именно без сомнения и с полной верой подходить к престолу благодати, к Богу. И эту дорогу, эту живую дверь, Бог открыл для нас через Господа Иисуса Христа. Да поможет нам Господь, чтобы мы разумели это. Благодарность Богу за Его величайшую милость. За Дарба